Команда молодости впервые разминается на новом футбольном поле. Стадион «Нефтяник» – основная тренировочная база для воспитанников школы Олимпийского резерва номер 6 в Кубышевском районе Самары. Здесь они будут тренироваться и принимать соревнования любого уровня, благо современные покрытия поля позволяет. Ковровое покрытие здесь очень хорошего качества, поле в идеальном состоянии, дети очень рады. Стандарты данного поля позволяют проводить любые соревнования. Быстрее, выше, сильнее фабрика чемпионов открывается на городской окраине. После реконструкции стадион «Нефтяник» стал одной из самых современных площадков в городе для тех, у кого олимпийские амбиции. На открытии стадиона прибыли в Рио губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Олег Фурсов. Реконструкция спорткомплекса началась в 2013 году. И вот спустя 4 года устроены трибуны и коммуникации, искусственные покрытия футбольного поля и беговые дорожки. Отремонтировано помещение для тренажеров и боевых искусств. Все сделано по самым современным стандартам. В 2013 году мы ходили по территории стадиона, заросшего бурьяном, с разбитыми трибунами. Знаете, не очень верилось, что здесь может быть все по-другому. Но мы наметили тогда цели, и я рад, что все задуманное реализовано. «Нефтяник» стал одним из обновленных спортивных сооружений города. Тренд на здоровый образ жизни сохраняется. За последние 4 года в Самаре построено 70 стадионов и физкультурных площадок. Власть заботится о том, чтобы у вас были все возможности для занятия спортом. Чтобы вы росли здоровыми, успешными, счастливыми. Чтобы вы ставили перед собой любые задачи. Спортивные, образовательные, творческие. И достигали самых на высших результатов. Дмитрий Азаров и Олег Фурсов оценили качество работ. Замечание вызвало состояние, прилегающее к полю территории, где раньше были тренажеры. Понятно, что такой диссонанс, да, очень серьезный. В сравнении с тем, что здесь сделано. И здесь вот этот угол забыл. Все-таки средства значительные были. Больше 100 миллионов. И просто от этого всего. Здесь, конечно, хотя бы эстетический вид надо было привести. Недоработки будут устранены в ближайшее время. А в целом стадион уже живет полноценной спортивной жизнью. И ветераны, которые помнят его историю, надеются, что «Нефтяник» прославит новое поколение футболистов, борцов и атлетов. Мы начали играть в команде «Детский локомотив». И вот в 63-й год, это первый год, когда мне пришлось играть на этом стадионе. Ну что, это вот радуется все. Глаза радуются, душа радуются. Наконец-то хоть вот в этом районе, который заслужил того, чтобы здесь этот стадион был уже давно. Потому что здесь такие люди были воспитаны, которые пришли в «Крылья». Я надеюсь, что с постройкой вот этого стадиона нового появятся еще новые звездочки, которые потом будут сверкать в нашей любимой команде «Крылья Совета». Олег Зверев, Константин Главин. События.